Такую куколку можно скрутить, а не за час скручивают. Разноцветная ткань, нитки, все, что нужно для мастерицы. Славянскую куклу не шьют, а скручивают. Главное знать технологию. Рукоделие – досуг не для ленивых. Нужна сила, активность и внимательность, говорят знатоки ремесла. Когда вы скручиваете игрушку, здесь работают две руки. Здесь нужно держать, формировать. И причем вот эти куклы, они должны быть крепенькие. Любовь Старинова каждую неделю проводит мастер-классы, рассказывает о своих необычных работах химчанам и дает практические уроки по изготовлению кукол. Уверена, найти свое хобби никогда не поздно. Я сама на старости лет, почти перед пенсией, только познакомилась с народной куклой. До этого я шила игрушки просто мягкие с детьми. Медведей шила такие, сложные игрушки. А здесь познакомилась с народной куклой. И мне очень удивила вот эта простота. Сегодня послушать о славянской кукле и попробовать сделать ее своими руками пришли больше полусотни человек – пенсионеры, взрослые и даже дети. У новичков ушло около 20 минут, чтобы собрать самую простую. Химчане делятся впечатлениями. На магазинных полках таких кукол не найдешь. Наши, так скажем, прабабки делали, у которых не было возможности и такого огромного выбора, как у наших детей сейчас. Поэтому научиться и не забыть, и передать, я считаю, что это наш даже в каком-то смысле долг. Технологию изготовления славянской куклы преподаватель Любовь Старинова с удовольствием расскажет и вам. Узнать о том, где и когда проходят курсы рукоделия, можно по телефону 8 495 571 01 40. Алена Беляева, Николай Забродин, Служба новостей.